Село Байтуган – один из полсотни аулов Карагандинской области, 10 километров от райцентра и 100 километров от Астаны. Население – 1200 человек. Выживает сельчане за счет частного подворья. Некогда гремевший на область совхоз «Миллионник» с типичным для советской эпохи названием «Путь Ленина» сейчас напоминает зону стихийного бедствия. Помимо депрессивного антуража с развалинами, присущими для всех аулов эпохи Назарбаева, на сельчан свалилась новая напасть – паводок. Вода здесь подобралась прямо к домам. 1 апреля 2014 года байтуганцы запомнят надолго. В тот злополучный день спасатели взрывали лед на местной реке. Водоем освобождали от заторов льда. Как раз в этот момент местные пастухи перегоняли лошадей, и мощная волна смыла целый табун. 50-летний Сейдахмет Малтыкбаев – единственный свидетель произошедшего. Говорит, что чудом остался жив. «Мы перегоняли табун на клеймирование. Вдруг раздался взрыв, и кони рванули с места. За какой-то миг больше сотни лошадей ушли под лед и воду. Я никогда в жизни такого не видел». В итоге погибло 106 голов. Утонули в основном жереба и кобылицы. Вот-вот они должны были дать приплод. Туши потом собирали всем селом в радиусе нескольких километров. Эти кадры засняты местными незадолго до захоронения. «Это, я считаю, ушел весь частный скот. Мы за этот скот, мы в счет этого скота живем, понимаете? Зарплату мы не видим. Хоть и мы работаем, зарплату мы не получаем. В счет этого своего скота мы живем, учим детей, продадим там, что мы покупаем. И вот уже сколько, 10 дней уже прошло. Конкретных нам таких ответов, что-то, обещаний таких нам никто ничего не дает, понимаете? До сих пор ищут крайнего». Все 56 пострадавших семей в один голос утверждают, ни местные власти, ни спасатели не предупредили их о взрывных работах. «Говорят, что было предупреждение, но нам лично такого предупреждения не было, что поднимется вода. Но там были ребята, которые все это видели. Вы сами знаете, лошади, они плавают, они могут эту воду переплыть, если вода так, покойная вода. А тут вот они, лошади плыли, тут этот лед, нахлыст этого льда, и буквально их побило льдом. Мы вот сами видели, там лошади, они побиты, они порезаны, понимаете? У них шея порезаны, животы порезаны. Их просто порезало льдом, понимаете? Вот я же говорю, был взрыв, мы все это слышали. Если бы, вот мы считаем, если бы этого взрыва не было бы, не было бы, то они бы переплыли, и ничего такого не было бы». С минуту на минуту здесь ждут главу района, чтобы спросить у него, как быть дальше. Но чиновник так и не приехал. На стихийное собрание в местном ДК Аким Сила тоже не пришел. Он предпочел принимать у себя в кабинете, где предложил сельчанам создать фонд по сбору средств. Председатель совхоза выглядит растерянно и очень немногословен. «А ваше субъективное мнение вы как считаете вообще? Это несчастный случай или есть чья-то вина?» Ну, часть есть и того, и того. Все есть, все присутствует. Единственное, что сделали на сегодня власти, это возбудили уголовное дело по факту гибели лошадей, то есть просто констатировали трагедию. Глава Нуринского района Худайберген Биг Султанов, сославшись на занятость, встречаться с журналистами отказался. Принимал его заместитель. Тот говорить о возмещении ущерба пока не торопится. Каков результат будет уголовного дела после этого принимающего решения? Кто виноват? Допустим, если там же заключены договора с пастухами. И там разные случаи могут быть. Они виноваты или кто-то другой. По итогам этого уголовного дела мы будем делать меры. Местные честники от комментариев отказались. Внятные ответы звучат только в районной прокуратуре. Прокуроры обещают, дело о массовом падеже будет рассмотрено максимально объективно. Хотя вроде бы и так все понятно. Не было бы взрыва, не было бы и трагедии. А пока местные жители по-прежнему ждут реальной помощи от властей. И не исключают, что обратятся в суд. К слову, для казахов лошадь испокон веки считается священной. Доказано, что диких лошадей впервые и приручили в этих степях. Особенностью казахской лошади считается ее универсальность. Она крупнее монгольской, морозоустойчива, вынослива и неприхотлива. Вот только перед одним явлением она по-прежнему уязвима – глупостью человеческой.